Налоговая инспекция Введение онлайн-каз для бизнеса у многих складывается ощущение, что налоговики вскоре смогут полностью контролировать расходы граждан. Так ли это на самом деле, узнаем у начальника контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю Ольги Ефремовой. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Ну давайте с вами начнем с новости, которая уже несколько месяцев буквально лихорадит интернет-сообщество. Пишут, что все поступления на карту или банковский счет теперь считаются доходом и облагаются налогом. Вот это правда? Это неправда. Действительно, налоговая инспекция имеет право запрашивать у банков выписки с расчетных счетов физических лиц, а у банков есть обязанность эти выписки предоставлять. Но гражданам нужно понимать, что мы не работаем таким образом сплошным методом, а запрашиваем выписки только в отношении тех физических лиц, по отношению к которым у нас есть основания полагать о совершении какого-то конкретного правонарушения. В первую очередь нас интересуют физические лица, которые получают доход на свой расчетный счет, получают его достаточно регулярно, но между тем не зарегистрированные в налоговых органах, не представляют соответствующие налоговые декларации и не уплачивают суммы налогов. В качестве такого самого простого примера можно привести ситуацию, когда мы, допустим, проверяем какое-то юридическое лицо, исследуем его расходы и видим, что деньги от этого юридического лица уходят на счет физического лица. А мы начинаем работать уже непосредственно с этим физическим лицом и смотреть, за что ушли деньги. Выясняется, что, допустим, у этого физического лица есть собственности несколько транспортных средств, он оказывает услуги грузоперевозки третьим лицам, но в налоговых органах не зарегистрирован и соответствующие суммы налогов не уплачивают. Тогда наше внимание сосредотачивается уже на этом физическом лице и мы приглашаем его в налоговый орган с тем, чтобы он уточнил свои налоговые обязательства. В случае отказа последнего от этой процедуры нарушение будет заактировано и такому физическому лицу, регулярно получающему доход от своей деятельности, будут доначислены суммы налогов. Ольга Николаевна, я уточню, то есть в основном это все-таки юридические лица, не физические. Физические только когда регулярно получают доход, а есть какая-то планка у этого дохода или может быть регулярность этих поступлений? Регулярность, регулярность этих поступлений, да. Ну а если это, скажем, небольшой доход, вы все равно можете обратить внимание? Мы в любом случае будем работать с этим физическим лицом, сподвигая его к тому, чтобы он все-таки зарегистрировался в качестве налогоплательщика и уплачивал причитающиеся суммы налогов. То есть даже если это небольшой доход, но регулярный, вы тем не менее обращаете внимание. А вот таких случаев вообще много? Ну не скажу, что это носит какой-то глобальный массовый характер, но такие случаи есть. И в первую очередь налоговая служба руководствуется тем, что все граждане должны быть в одинаковых условиях и уплачивать установленные законом налоги. И ни у кого не должно быть конкурентного преимущества. Вот вопрос сейчас связанный больше с юридическими лицами. Ну все мы знаем, что их обязали ввести онлайн-кассы. Скажите, до какого времени бизнес должен ввести эти онлайн-кассы? И все ли юридические лица должны их поставить? Есть, конечно, исключения. Да, сейчас мы подробнее поговорим об этом. Начну со сроков. То есть реформа в сфере ККТ, она разбита на три этапа. У нас уже реализовано два этапа. Контрольные даты. Первая контрольная дата это 1 июля 2017 года. В этот срок онлайн-кассы должны были зарегистрировать предприятия, индивидуальные предприниматели, относящиеся к наиболее крупному бизнесу. Второй этап завершился у нас 1 июля текущего года. В этот срок кассовые аппараты должны были зарегистрировать предприятия, индивидуальные предприниматели, работающие в сфере услуг и общественного питания, которые имеют наемных работников. И субъекты предпринимательства, которые оказывают вендинговые услуги. То есть это торговля через торговые автоматы. И третий завершающий этап у нас запланирован на 1 июля 2019 года. В этот срок онлайн-кассы должны зарегистрировать предприниматели и организации, которые работают в сфере услуг и оказывают услуги общественного питания, занимаются торговлей, которые не имеют наемных работников. Что касается исключений. В качестве исключения у нас фигурирует категория граждан, которая расположена в труднодоступных территориях. Этот список у нас составляет около 700 муниципальных образований. Там налогоплательщики освобождены от применения ККТ, но в момент расчета они должны выдать покупателю по его требованию документ, подтверждающий расчет. Вот эта категория может работать без касс. И есть у нас исключения, которые регламентированы пунктом 2 статьи 2 закона 54 ФЗ о применении контрольно-кассовой техники. Туда относятся в основном мелкий бизнес. Это такие категории субъектов предпринимательства, которые, допустим, ремонтируют обувь, изготавливают ключи, торгуют газетами, мороженым, разносная торговля. А вот если, скажем, я репетитор, я должна какую-то онлайн-кассу внедрить? То есть это все неправда, что пишут? Это категория граждан тоже освобождена от применения контрольно-кассовой техники. А вообще в Алтайском крае много предпринимателей, бизнесменов перешли на онлайн-кассы? Когда запускалась реформа, у нас было 8400 налогоплательщиков, которые применяли кассы. Парк контрольно-кассовой техники у нас насчитывал около 19 тысяч аппаратов. После реализации двух этапов реформы количество налогоплательщиков, которые применяют онлайн-кассы, возросло до 21 тысячи. Парк у нас увеличился до 36 тысяч контрольно-кассовых машин. Если говорить о третьем этапе, то мы предполагаем, что еще порядка 30 тысяч плательщиков будут у нас применять контрольно-кассовую технику, начиная с 1 июля 2019 года. С 1 июля 2019 года. А вот с этого времени не получится ли так, что в магазинах можно будет рассчитаться только вот, что называется, с помощью карты или смартфона, а безналичный платеж вообще уйдет? Ну вот по поводу наличного оборота, этот вопрос, наверное, все-таки логичнее адресовать к Центробанку, насколько это возможно вообще уйти от наличных денег. Вот такая тенденция прослеживается. Тенденция прослеживается, да. А для чего это? Для того, чтобы контролировать наши расходы и доходы, на ваш взгляд? Ну сейчас у нас не идет речь о контроле расходов, по крайней мере пока, да. Но я все-таки думаю, что основная цель этого это сделать более удобным процесс расчета для простых потребителей и сэкономить государству деньги на выпуске непосредственно бумажных купюр и монет. То есть электронный чек, его нельзя потерять, да? Электронный чек, да, он очень удобен, потому что его нельзя потерять, его можно получить в любой нужный для вас момент. Кроме того, вот когда речь идет о подтверждении расходов того или иного физического лица, и самым ярким примером здесь является, допустим, когда физическое лицо заявляет вычет по НДФЛ, да, за приобретенное жилье, там, медицинские услуги, еще за что-то. Мы часто сталкиваемся с тем, что приносят документы, кассовая лента, она имеет свойство выцветать, реквизиты становятся нечитаемыми. Здесь эта проблема полностью уходит к нашим услугам электронные чеки, которые содержат максимум информации, подтверждающие расходы. Ну вот о преимуществах понятно, я все-таки вернусь немножко вот к теме контроля за расходами. Вы же вы сказали, что в отдельных ситуациях можете отслеживать движение денег, ну и у физических лиц. Вот если в будущем, предположим, да, когда мы можем рассчитываться только с помощью смартфона, там, банковской карты, какой-то безработный, ну, назовем его Эдуард, купил себе дорогой, там, телефон, да, а сам живет на пособие, не получится ли так, что налоговая вот в какой-то момент к нему придет с каким-то вопросом, скажет, откуда вообще у тебя деньги на такие дорогие покупки? Такая ситуация возможна, я думаю, что такая ситуация даже закономерна, потому что у каждого дохода должен быть источник, и мы должны быть уверены, что этот источник, он легален и никакой мере не связан с нарушением законодательства в той или иной степени. То есть в определенной степени контроль все-таки усиливается, и все вот эти разговоры об усилении контроля над расходами, это правда? Да, но я хочу, опять же, акцентировать, что добропорядочным гражданам, простым обывателям бояться нечего. Нечего бояться маме, которая, допустим, ежемесячно перечисляет определенную сумму сыну-студенту, да, нечего бояться сыну, когда он, наоборот, перечисляет маме в преклонном возрасте какую-то сумму для поддержания, да, ее старости, или другу, который шлет сумму определенную своему товарищу в подарок на день рождения. Вот такие ситуации вообще не должны наших граждан беспокоить. Это рядовые случаи, которые налоговую инспекцию точно не заинтересуют. Ну, спасибо вам на этом, в общем-то, все равно успокоили. Спасибо большое за ваши ответы, а я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Продолжение следует...